Около 300 заявок отечественных производителей одобрили в Министерстве сельского хозяйства. Субъекты агропромышленного комплекса нуждаются в поддержке. Задолженность этих предприятий составляет более 300 миллиардов тенге. Подробнее о программе «Агробизнес-2020» в материале Мадины Алдановой. С 2009 года в Казахстане ввели в эксплуатацию 92 проекта. Появилось более 5000 рабочих мест. Однако далеко не всем предприятиям удалось добиться запланированных показателей по производству. К примеру, в 2013 году овощехранилища Казахстана вместо 57 тысяч тонн плодовощной продукции предоставили всего около 35 тысяч тонн. Это 62% от запланированного количества. Отмечу, что в том же году казахстанские теплицы выполнили всего 58% от плана. Птицефабрики, наоборот, превысили показатели и произвели в 2013 году более 46 тысяч тонн мяса птицы. Это на 6% больше, чем по плану. Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса Министерство сельского хозяйства проводит специальную программу «Агробизнес-2020». С помощью нее государство может уменьшить кредитную нагрузку и избежать финансовой неустойчивости отечественных производителей в условиях таможенного союза. В период с 2013 года одобрено около 300 заявок от сельхозтоваропроизводителей, которые не могут самостоятельно погасить кредиты в банках и других финансовых институтах. Общая сумма задолженности составляет более 300 миллиардов тенге. Основная доля приходится на растениеводческую отрасль 86,4%. Далее животноводство 2,8% и переработка сельхозпродукции 5%. По информации Ассоциации финансистов Казахстана необходимо поддержать еще многие субъекты агропромышленного комплекса и выделить на это более 80 миллиардов тенге. Продолжение следует...